Сегодня 90-летний юбилей отмечает наш земляк Иван Дмитриевич Кузьмин. Ветеран пережил трудное голодное детство, прошел долгую воинскую службу на мысе Канин-Нос, в Амдре-Мишоне, Северодвинске за стойкость и героизм. Он награжден боевыми медалями и орденами. Это его руками построены первые двухэтажные дома в Дарьинмаре, первый детский сад с бассейном и дом ребенка. У Ивана Дмитриевича большая семья, 5 детей, 11 внуков и 5 правнуков. Сегодня с большим юбилеем ветерана поздравил губернатор Ниньского округа Игорь Кошин. Он вручил Ивану Кузьмину поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. Как только я в Аркангельску приехал в честь, меня сразу на казахинскую границу отправили. Иван Дмитриевич показывает свой семейный альбом. На одной из фотографий ему чуть больше 20-ти. Статный красивый парень в военной форме. Как говорит юбиляр, свой долг перед Отечеством он выполнил вдвойне. В 43-м году, когда ему исполнилось 18, он и его сослуживцы охраняли границы родного государства в районе Каниного носа. В 45-м война была окончена, а вот служба воина-пограничника Кузьмина продолжалась еще 5 лет. Ведь после победы в приказе о демобилизации были такие слова – войну в срок службы не считать. Охраняя границу, Иван исколесил практически весь берег. Я в 5-й погранзаставе был. Яждояжма, 50 километров. Погранпочту возьмешь. Вот. Целый вешковый мешок. Винтовка трехлинейка. Две гранаты. Идешь. Война уже кончилась. Две гранаты. 36 патронов. Патронтаж. Вот. Всю ночь идешь. Ноги натирают. Ведь не может хоть караул кричи. 50 километров, как сапоги-то. Керзовые. У него обуви ничего нет. Тоже тяжело очень было. Пятая погранзастава, про которую говорит юбиляр, находилась в пяти километрах от Неси. Несмотря на то, что ноги стирали в кровь, к любимым барышням юные бойцы все же бегали. Часто сослуживцы просили надежного Ивана не выдавать их перед начальством. Никогда на танцы даже в кино смотреть не пускал. Это старшина Федосеева был такой. А Федосеев сразу же с канцелярии выходит в свою конушку. А где те? Да, они доделывают. Фига вам не поверил. Пистолет схватил, подрал вниз. Пять километров. И не лень было, да? Вниз пришел, нашел, где барышни живут. Всех собрал двоих. Под конвой, наверное. Обратно. Вот и марачивает, 5 километров. То есть он марачивает. А потом говорит, хорошо, говорит, заяц выскочил справа из кусты, вон и забыл. Пистолет схватил за заяц. Пух-пух-пух-пух. И зато перестал ругаться. Постежается. Ну, мы сколько-то убираем. Свою судьбу Валентину молодой парень встретил в Шойне. Вместе с супругой Валентиной Петровной они дожили до золотой свадьбы. В Шойне, в клубе. На танце? Да, на танце. Под гармошкой ходили. Играли. Танцы были играть раньше гармошкой. В августе 1957 года молодая семья переехала в Наринмарк, где 24 года Иван Дмитриевич отработал плотником на рыбокомбинате. Как и положено настоящему мужчине, своими руками он построил здесь дом для семьи. Воспитал сына и четырех дочерей. Потом, после рыбокомбината, уже до самой пенсии работал в Хриверской экспедиции. Строил вот эти деревянные дома, которые сейчас стоят. Сейчас Иван Дмитриевич находится на заслуженном отдыхе. Но он у нас молодец. Держится, очень хорошо себя чувствует, старается. Действительно, в свои 90-е Иван Дмитриевич прекрасно выглядит. Много шутит, у него отличная память и главное – качество настоящего мужчины. Дедушка у нас настоящий мужчина. Что тут сказать, да? Он глава семьи. Этим все сказано. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».